Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейм». Я люблю послание веры. Я не просто люблю послание веры, я люблю жизнь веры, потому что праведный верою жив будет. Аминь. Нам необходимо правильное понимание веры, чего она может достичь и для чего она предназначена. Часто люди пытаются заставить веру делать что-то, для чего она не предназначена. И я хочу снова прочитать 2 Петра, начиная с 5 стиха. Второе Петра 1,5. То вы, прилагая к всему все старания, посмотрите, добавьте к вере вашей. Аминь. Кто из вас понимает, что к вере необходимо что-то добавить, чтобы вера была эффективной? Добавьте к вере вашей добродетель, и к добродетели знания, и к знанию воздержания, и к воздержанию терпения, и к терпению благочестия, и к благочестию братолюбия, и к братолюбию божественную любовь Божью. Жизнь в любви ко всем. Аминь. Обратите внимание, вера не живет в одиночку. Если вас интересует лишь жизнь веры, ваша вера от этого пострадает, потому что вас должно интересовать все, что необходимо добавить к вере. Аминь. Ну, я человек веры. Ну, тогда уж лучше задумайтесь о любви. Я человек веры. Тогда лучше посмотрите, что вы делаете со своим телом. Потому что все это важно. Знаете, для меня самая главная вера. Ну, тогда ваша вера будет несбалансированной. Потому что, чтобы заняться верой, вам придется заняться каждой сферой жизни. Почему? Потому что праведной верою жив будет. Вера – это не просто что-то, что мы делаем. Это какие мы, как мы живем, как мы мыслим, как мы реагируем. Аминь. Вера не живет в одиночку. И Петр дал нам список из семи вещей. Божественный проверочный список. Как часто можно такое увидеть? Божественный проверочный список. Нам нужны все эти вещи, потому что вера не может заменить ни одну из них. Мы не можем подменить верой что-то из этого списка и рассчитывать на то, что наша вера будет здоровой. Чего-то будет недоставать. Аминь. Вера – главный ингредиент. Но есть и другие ингредиенты, которые позволяют вере работать, помогают вере быть эффективной. Аминь. Возьмем для примера настоящий торт, не диетический. Когда пекут настоящий торт, в составе есть мука. Так? И хотя мука – основной ингредиент рецепта, нельзя просто взять мешок муки, высыпать его в форму, поставить форму в духовку и думать, что получится торт. Мука – основной ингредиент, но к ней нужно что-то добавить, чтобы все получилось. Рецепт торта на основе муки включает и другие ингредиенты. Праведный верою жив будет, но придется добавить кое-что к жизни веры, чтобы жизнь была такой, какой Бог ее задумал. Аминь. Продолжим наш пример. Если рецепт торта требует яиц, вы не можете сказать, яйца у меня закончились, так что я удвою количество муки. Я просто увеличу количество правильного ингредиента, который у меня уже есть. Но так ведь тоже ничего не выйдет, не правда ли? Если у вас нет братолюбия, если у вас нет воздержания, если у вас нет всего остального, вы не можете просто удвоить веру и наброситься с ней на свою ситуацию. Это не сработает. Вера не создана для замены остальных семи ингредиентов. Аминь. Им всем отведено свое место. Аминь. Теперь, это не значит, что кто-то идеален во всех этих сферах, полностью развит, но они должны умножаться. Петр сказал, если это в вас есть и умножается, вы никогда не приткнетесь. Хорошо? Итак, мы все растем. Мы все развиваемся. Аминь. Нам всем нужно работать над этими качествами, этими сферами. Далее. Вера нас не исцеляет. Вера нас не спасает. Вера не дает нам процветания. Нас исцеляет сила Божья. Нас спасает благодать. Через веру. Нас исцеляет сила Божья. Через веру. Не вера исцеляет нас. Сила Божья нас исцеляет. Не вера нас обеспечивает. Сила Божья нас обеспечивает. А вера – это просто трубопровод, по которому Божья сила может течь. Можно построить здание, но если к нему не подведены трубы, к нему нет никакого доступа. Необходимы трубы для электропроводки. Так? Здание будет ни на что не годно, если его невозможно обеспечить энергией. Вера и есть трубопровод, позволяющий Богу наполнить нашу жизнь силой. Вы понимаете? В вас есть сила, но она не может течь без трубопровода веры. Силе нужен доступ к вашей нужде. Когда у вас возникает нужда, скажем, вам нужно оплатить ипотеку или страховку. Вам нужно верить Богу по поводу этой нужды. Вера – это доступ, это трубопровод, канал. И сила Божья потечет через канал веры к вашей нужде и восполнит ее. Вы понимаете? Вот что такое вера. Мы также можем назвать ее мостом. Мост соединяет два берега. Здесь Божья сила, здесь ваша нужда. А вера – это мост, позволяющий силе перейти по нему навстречу вашей нужде, если можно так выразиться. Известно, что в военное время стратегия враждующих сторон часто заключается в подрыве мостов, уничтожении трубопроводов. Почему? Потому что при уничтожении доступа люди не могут получить продовольствие, не могут подвести оружие, не могут подвести артиллерию, не могут подвести припасы, если доступ уничтожен. Вот почему дьявол атакует вашу веру. Он хочет уничтожить доступ, чтобы Божья сила не могла добраться до вашей нужды. Он хочет повредить ваш трубопровод веры, чтобы то, что Бог приготовил для вашей жизни, не могло в нее попасть. Аминь. Именно поэтому Иуда сказал нам ревностно сражаться за веру. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был трубопровод. Трубопровод веры, подведенный к разным сферам вашей жизни. У вас есть вера. Просто подведите трубопровод к вашей нужде. Аминь. Дело за нами. Бог дал нам веру. Он строитель. Он нас всем обеспечил. Но мы рабочие, сотрудничающие с Богом в том, чтобы проложить веру в наше строение. Чтобы благодаря проложенному трубопроводу веры, Божья сила имела доступ к нуждам в разных сферах нашей жизни. Аминь. Итак, дьявол хочет, чтобы у вас была поврежденная вера. Он хочет, чтобы вы оставили эти семь вещей без внимания, пытаясь лишь сфокусироваться на вере. Но чтобы сфокусироваться на вере, необходимо включить и остальные семь вещей. Слава Господу! У моста всегда есть опоры. Под каждым мостом есть какая-то опорная система. Если так можно выразиться, семь вещей, перечисленных Петром, это опорные балки моста веры. Все эти вещи поддерживают веру. Аминь. Потому что без веры в Бога мы не можем вести с Ним дела. Без веры в Бога невозможно вести дела с небесами. Невозможен обмен товарами и услугами, которые есть у небес для нашей жизни. Когда мы тратим свою веру, мы что-то получаем взамен. И нам нужно позаботиться о том, чтобы у нас был этот мост веры. Но вы понимаете, что если одна из этих семи вещей, этих опор моста веры отсутствует, мост под угрозой. Мост ненадежен. Нельзя ехать по ненадежному мосту. Вы не знаете, в какой момент он обрушится. Он обрушится, но вы не знаете, когда. Когда что-то разрушается в вашей жизни, это не обязательно заметно сразу. Ну, знаете, как хочу, так и обращаюсь со своим супругом. Я все равно получаю благословение. Эта опора однажды рухнет. И вы не знаете, в какой день это произойдет. Но она рухнет. И в отсутствие этой опоры мост веры подведет вас однажды. Аминь. То, что эта опора пока не рухнула, еще не значит, что она не под угрозой. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы эти семь опор под нашим мостом веры были крепкими. Аминь. Я хочу, чтобы мы снова посмотрели на 2 Петра, 1 главу, 5 стих. Петр пишет, прилагая к всему все старание, добавьте к вере вашей. И первое, что он говорит, это добродетель. В других местах Писания английским словом добродетель переводится греческое слово сила. Но это не тот случай. Слово переведенное здесь, как добродетель, это высокая нравственность. Добавьте к вере вашей высокую нравственность. Почему? Заметьте, в этом списке есть любовь. Но не любовь перечисляется первой, сразу за словом вера. Первой перечисляется высокая нравственность. Интересно, что высокая нравственность располагается сразу следом за верой. То есть, вы не можете вести какой угодно образ жизни и думать, что ваша вера будет работать. Необходима опора высокой нравственности, чтобы ваша вера работала. Откуда же нам взять определение высокой нравственности? Из слова. Нам не годится определение правительства. Нам не годится определение общества. Потому что правительство легализует то, что Бог не называет нравственным. Даже не то, что моя церковь называет нравственным. Не то, что моя семья называет нравственным. А то, что Божье Слово называет нравственным. Знаете, Бог – нравственный Бог. У Него есть кодекс, стандарт нравственности, согласно которому Он действует. И он ясно изложил этот стандарт нравственности в своем слове. Почему? Потому что те, кто действует в рамках его стандарта высокой нравственности, будут жить хорошо. У тех, кто выходит за эти рамки, определяя свой собственный стандарт высокой нравственности вне его слова, жизнь будет неблагополучной, мучительной, а Бог ни для кого не хочет неблагополучной, мучительной жизни. Поэтому он говорит, давайте я вам очерчу территорию, на которой дьявол не сможет к вам прикоснуться. Стандарт изложен в моем слове. В рамках этого стандарта нравственности дьявол не может до вас добраться. Нравственная жизнь – наша защита. Решение отступить от Божьего стандарта нравственности – это выход на территорию дьявола. Люди говорят, церковь против этого, пастор против того, христиане против этого. Мы за Божьи стандарты нравственности. Почему? Потому что в нем самая лучшая жизнь. Аминь. Мы не против людей. Мы за правильный стандарт нравственности, который определен в слове. Бог так любит людей. Мы так любим людей. И мы хотим позаботиться о том, чтобы люди знали, как выглядит Божий стандарт нравственности. Аминь. Почему? Потому что мы хотим, чтобы у них была лучшая жизнь. Аминь. Итак, знайте, если общество называет что-то правильным, это еще не значит, что Бог называет это правильным. То, что учителя в школе называют что-то правильным, еще не значит, что Бог называет это правильным. Если что-то легализовано и внесено в свод законов, это еще не значит, что это правильно. Аминь? То есть вам придется сделать выбор. Будете ли вы жить согласно тому, что общество считает нормальным, или согласно тому, что Бог называет правильным? Реальность такова, что у каждого из нас в семье была совершенно разная система воспитания. В каждой семье была своя система. И вы не можете просто руководствоваться тем, что «ну так меня научила мама». Это хорошо, если это соответствует Слову, но если это не соответствует Слову, а вы хотите Божьих благословений, и чтобы ваша вера работала, вам нужно жить в соответствии с нравственностью, описанной в Слове Божьем. Аминь. Из «Евреем 1.9» мы узнаем кое-что об Иисусе. Иисус жил согласно стандарту нравственности. В «Евреем 1.9» сказано, что Иисус был помазан елеем радости, более соучастников Своих, потому что Он любил праведность. И ненавидел беззаконие. Что это значит? Он любил то, что правильно. И Он ненавидел то, что неправильно. Почему люди постоянно бьются с чем-то неправильным? Они не решили возненавидеть то, что неправильно. Если вы ненавидите то, от чего вы зависимы, вы прекратите этому сдаваться. Выработайте ненависть к этому, не к людям, а к поступку, к влиянию, к чему-то, что старается связать вас и сделать зависимым. Скажите, «Я ненавижу это!» Это не я. Я больше не буду этого делать. Вам нужно ненавидеть то, чего вы не хотите в своей жизни. Аминь. Вам нужно любить то, что правильно. Аминь. Я люблю чистую жизнь. Я ненавижу порочную жизнь. Вам нужно это для себя решить. То, что чисто, я люблю. Если я что-то не люблю, я туда не пойду. Я не буду в этом участвовать. Я не буду смотреть то, что я не люблю. Вам нужно решить любить то, что чисто. Не называйте развлечением то, что не чисто. Если что-то не чисто, это не развлечение. Так вы определите, что вы будете смотреть, на какие веб-сайты вы будете заходить. Аминь. В каких беседах вы будете участвовать, над какими шутками вы будете смеяться. Ну, слава Господу! Если вы хотите, чтобы ваша вера работала, вам нужно любить праведность и ненавидеть то, что неправедно. Иисус был помазан елеем радости более соучастников своих, более всех других, потому что он знал, что любить и знал, что ненавидеть. У него не было размытых границ. Для него все это не было в тумане. И он не позволял определениям общества затуманить его понимание добра и зла. Аминь. Добро и зло четко разграничены. А общество пытается размыть эту границу. Границу между злом и добром удаляют, размывают и настолько замыливают. Но для тех, кто любит то, что правильно, граница совершенно ясна. Аминь. Мы не ненавидим людей, но мы ненавидим то, что людям вредит. Аминь. Обратите внимание, Иисус был помазан елеем радости. Это влияло на его темперамент. Влияло на его мир, на его радость, на его характер. Если вы заигрываетесь чем-то нечистым, это приведет к ментальным проблемам. Если вы находитесь среди чего-то порочного, ваш разум будет мучиться. Иисус не мучился в своем разуме, потому что Он любил чистоту. Он любил то, что правильно. Он любил праведность. Позвольте вам сказать, вы сделались праведностью Божьей. Что это значит? Это значит, что внутри вас есть праведность. И она жаждет проявиться через праведную жизнь. Ваш дух будет мирным, радостным, безмятежным, если вы будете жить в соответствии с тем, кто вы. Вы сделались праведностью Божьей. Но если вы живете в чем-то, что этому противоречит, ваш разум и начнет мучиться. Почему? Потому что вы не верны тому, кто вы. И дьявол этим воспользуется. А, он живет не искренне. Он не живет подлинной жизнью. Потому что на самом деле он праведность Божья, но он так не живет. И у дьявола есть возможность мучить ваш разум угнетением, подавленностью. Когда люди неправильно поступают со своим телом, когда они ходят в неправильные места и смотрят неправильные вещи, у них будут ментальные проблемы. И не думайте, что ментальные проблемы лишь у тех, кого держат в психиатрическом изоляторе. Если вы неправильно мыслите, это ментальная проблема. Аминь. Когда вы зло называете добром, вы неправильно мыслите. Это ментальная проблема. Аминь. И мы видим, что Иисус любил то, что правильно. Он любил праведность, Божий способ быть правильным и поступать правильно. Аминь. Он это любил. Он это любил. И поэтому он был всегда рад. Ему не приходилось вечно разбираться с назойливыми проблемами, потому что он с ними не заигрывал. Он ненавидел то, что неправильно. Почему? Потому что он знал, что это лишает людей лучшей жизни. Он знал, что заигрывание с этим обворовывает тех, кого Бог любит, лишая их лучшей жизни. Если вы хотите освободиться от чего-то, решите это возненавидеть. Если вы хотите разбить зависимость, вырваться из чего-то, что мучает вашу жизнь и бомбардирует вас, решите это возненавидеть. Аминь. Как это возненавидеть? Полюбите то, что правильно. Аминь. То есть, женатые люди должны говорить, «Я люблю своего супруга. Я люблю свою супругу. Я не буду сидеть и думать что-то против него, против нее, потому что так я возненавижу свой завет. Я буду любить свою супругу. Я дорожу своим супругом. Нет, он не идеален. Но знаете что? И я не идеальна. Вот тина. Мы подходим друг к другу. Аминь. Чтобы любить, вам не нужно дожидаться, пока человек станет идеальным, прежде чем вы будете правильно с ним обращаться. Аминь. Если вы любите чистую жизнь и любите быть чистыми, радость будет потоком вашей жизни, точно так же, как это было у Иисуса. Когда люди мучаются, я знаю, что бывает, дьявол находит точку опоры в жизни человека через страх или волнение, но чаще всего люди мучаются из-за жизни, идущей вразрез с тем, кто они в праведности. Самые несчастные люди не неспасенные, потому что они неправедны. Самые несчастные люди это отступившие христиане, потому что они сделались праведными, а живут во лжи, живут в противоречии с тем, кто они, и потому мучаются в своем разуме. Вернитесь в праведность, вернитесь в жизнь в гармонии с тем, что внутри вас и кто вы. Иисус сделал нас праведными. Мы этого не заработали. Он нас сделал такими, и для нас радость и привилегия жить в соответствии с тем, кто мы на самом деле. Как это сделать? Если что-то неправильно, мне это не нравится, я это ненавижу. Аминь. Я люблю поток Божий. Я люблю то, что угодно Богу. Я не наслаждаюсь просмотром того, что требует моя плоть. Я ненавижу то, чего требует плоть. Вам нужно это ненавидеть. Аминь. Слава Господу! Но если вы заигрываете и связываетесь с нечистотой, вы будете в депрессии. Вы будете подавлены. У дьявола есть право вас атаковать, когда вы на его территории, потому что грязь – это его территория. Чистота – это Божья территория. Аминь. Люди говорят, «Пастор, у меня постоянные проблемы в браке. А какие мысли вы допускаете о своем супруге? Нечистые?» Просто плохо думать о своем супруге и держать обиду – это нечисто. Аминь. Следите за своими мыслями. Следите за своими словами. О чем вы разговариваете в кругу семьи, чтобы выставить себя в хорошем свете, а супруга – неправым? Следите, что вы говорите ради того, чтобы люди заняли вашу сторону против вашей супруги. Позвольте вам сказать, от этого зависит ваша вера. Помните, что сказал Петр? «Добавьте к вере вашей высокую нравственность». Это значит, что абсолютно каждая сфера вашей жизни должна быть высоконравственной. Аминь. У христиан, заигрывающих с грехом, будет мучение в разуме. И не потому, что слово не работает или Бог чего-то не делает, а потому, что они на неправильной территории. Аминь. Мы не обречены полагаться на свои способности в том, чтобы жить праведно. Нам помогает его праведность в нас. Внутри нас есть Дух Святой. У нас есть слово, из которого мы можем черпать. Аминь. Господь – крепость жизни моей. Я черпаю эту крепость. Чему вы сдаетесь? О чем вспоминаете? О чем говорите? Что черпаете? Вот что важно. Аминь. Дух Святой нам помогает. Внутри возникает предупреждение. Не делай этого. Так сдайтесь этому. Откликнитесь на это предупреждение. Он пытается защитить вас, помочь вам жить в соответствии с праведностью, которая в вас. Аминь. То есть вам нужно откликаться на Его водительство, а не на свою плоть, не на свои чувства и эмоции, когда Он ведет вас в другом направлении. Аминь. То, на что вы откликаетесь, наполнит вашу жизнь. И если вы будете откликаться на Святого Духа, вы будете полны Святого Духа. Будете откликаться на извращение, ваша жизнь будет полна извращений. Будете откликаться на обиду, будете полны обиды. На что вы откликаетесь, того и будет полна ваша жизнь. Аминь. Аллилуйя. Лучшее уготовано Богом для каждого. Но чтобы пережить это, нам нужно жить в высокой нравственности. То, что нам это принадлежит, еще не значит, что мы это вкусим. Аминь? Невозможно жить в нечистоте, а потом вдвойне нажимать на веру. Послушайте, люди подходили ко мне и говорили, «Пастор, помолитесь за меня, пожалуйста». А что случилось? Ну, у меня такая-то проблема. И тут Дух Святой говорит мне, «Поговори с ним о его браке». Позвольте мне поговорить с вами об этом. Нет, 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 я не буду говорить о браке. Видите ли, Бог пытается нам помочь в вопросе высокой нравственности, чтобы наша вера работала, когда мы верим о чем-то Богу. Слава Господу! Послушайте, на вашей жизни может быть призвание, на вашей жизни даже может быть сильное помазание. Но это никогда не заменит высокую нравственность. Даже не думайте, что наличие призвания освобождает вас от необходимости высокой нравственности. Оно предъявляет еще более высокие требования к нравственности в вашей жизни. Не думайте, что у вас есть помазание, и потому вы освобождены от необходимости соответствовать стандарту слова. Дьявол только рад продвижению какого-то служения или человека в отсутствии соответствующей нравственности. Ему нужно лишь дождаться стратегического момента, чтобы нанести удар, и все обрушится, и падение будет великим. Аминь. Если все пока не начало разваливаться... Человек ведет неправильный образ жизни, но все пока не разваливается, это потому, что есть благодать и время, чтобы привести все в порядок. Это не знак одобрения. То, что проблемы пока не вышли на поверхность, не значит, что Бог смотрит на это сквозь пальцы. Это значит, что Он дает вам время для исправления, изменения, очищения, коррекции, прихода в соответствие с высокой нравственностью. Аминь. Слава Господу! Каждому из нас дана привилегия жить нравственно в соответствии с Божьим стандартом. Это честь, огромная честь, что мы можем так жить. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова